Мы увидели сейчас, что вот такое забвение приводит к повторению, воспроизведению того, что мы пытались игнорировать. Это была власть кучки бандитов, захвативших страну. Но Путин такой же христианин, как Сталин-демократ. Через 10 лет все вернется вновь в еще более страшном изводе и коснется еще более страшных, еще большего числа людей. Добрый день, это канал «Новые газеты Европа». Меня зовут Кирилл Мартынов. Мы сегодня говорим с замечательным историком, с одним из самых эрудированных людей, мне кажется, которых я знаю, с Андреем Зубовым, профессором, постоянным автором «Новые газеты», в недавнем прошлом, надеюсь, что в ближайшем будущем. И тему, которую мы хотим обсудить с Андреем Борисовичем, связано с такой актуальной историей, как преследовали советских диссидентов и как нынешние российские власти восстанавливают эти практики, применяя их уже к нашим соотечественникам и к нам самим. Андрей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл, напомните ваше отчество. Константинович. Приветствую вас, Кирилл Константинович. Да, это очень важная тема, конечно. Это очень важная тема. И нашим слушателям и зрителям надо, я думаю, лучше понять суть вот того преследования, потому что нынешнее как две капли воды напоминает то. Давайте я, наверное, задам сначала общий вопрос. Вот мы видим каждый день практически, мы видим новые уголовные дела, мы видим ужасающий судебный процесс над Владимиром Карамурзой, который закончил с этим приговором в 25 лет, про который говорят, некоторые говорят, что это сталинские сроки, другие говорят, что нет, это путинские сроки. Но понятно, что ассоциации это вызывают очень определенные. И мы видим десятки новых дел за так называемую госизмену. И плюс, конечно, это потрясающая статья, вот мы живем с ней уже год, да, и как-то привыкли статья про фейки, так называемые, в отношении российской армии. Я задал бы вам вначале такой общий вопрос, как вам кажется, в чем историческое значение вот этих политических дел против граждан России, наших соотечественников и наших современников? Вы знаете, Кирилл Константинович, здесь, я думаю, очень важный, действительно, такой, я бы сказал, экзистенциальный момент. Вот все мы и люди моего поколения, которые полжизни прожили еще в Советском Союзе, и люди следующего поколения, которые уже чуть-чуть коснулись или вовсе не коснулись советского тоталитарного государства, мы все, практически обретя свободу в конце 80-х годов, мы постарались по естественной человеческой привычке забыть о том невероятном кошмаре, который на протяжении 70-летий, 70 лет был в России, в Советском Союзе, и мы хотели как бы не думать о том, что мы идем по земле, политой кровью миллионов наших соотечественников, питавших стоны, слезы, муки практически сотен миллионов людей, которые за это время успели родиться, пожить и погибнуть или умереть на территории Советского Союза. Мы пытались забыть о том, что эти люди были все или их отцы, были тотально ограблены советской властью, у них было взято все, и дома, и квартиры, и земля, и вещи, они превратились из нормальных людей нормальной страны в абсолютно нищих. А бенефициарами всего этого была целая небольшая группа партийной элиты и по-разному называвшаяся системы полицейского, политического контроля, то есть ЧК, ОГПУ, НКВД, ПГБ, ФСБ. Вот мы пытались это забыть и как бы жить в свое удовольствие, все, и те, кому удалось стать богатеями, и те, кто остались бедными, все жили, дышали, что-то делали, что-то осуждали, и как будто бы вот этот страшный период можно было забыть. Ну, так же, как вот если бы немцы сейчас взяли бы и вообще бы забыли о Холокосте, о своей вине в развязывании Второй мировой войны, и вот жили бы и наслаждались бы повседневностью богатой жизни в богатой стране. Вот, понимаете, это все могло бы быть, но это нам, если угодно, жизнь или бог, как то есть говорит, не позволило. Мы увидели сейчас, что вот такое забвение приводит к повторению, к воспроизведению того, что мы пытались игнорировать. Оно вернулось. Оно вернулось, во-первых, к потере демократии, во-вторых, оно вернулось с восстановлением тоталитарного режима, потому что теперь нынешний режим Путина в России, особенно в последние месяцы, уже прямо можно именовать тоталитарным режимом. Я готов объяснить, почему. Оно вернулось агрессивной войной, вполне соизмеримой с войной нацистской Германии против Польши, против потом Франции и Англии, наконец, против Советского Союза. Оно вернулось трагедии бегства из России, эмиграции более чем миллиона людей. То есть цифры, я думаю, даже сейчас больше, относительно меньше населения нынешней Российской Федерации, чем цифры русского изгнанничества эпохи революции и гражданской войны. Тогда выехал миллион двести тысяч, если считать до 2024 года. Сейчас, я думаю, примерно те же цифры, но Россия-то меньше, и население ее не 180 миллионов, а 140 миллионов. Вот мы испытываем сейчас все эти опыты. И горе нам, если мы эти опыты не притворим в новое понимание реальности, что мы должны полностью вычистить Россию от вот этого большевистского наследия, исправить ошибки, которые не были исправлены, которые были, наоборот, сделаны в 90-е годы в связи именно с исправлением всего прочего. Добавить к декоммунизации депутинизацию, которая фактически является вторым изводом коммунистического целитарного режима, путинский режим. И тогда мы сможем, как и немцы, построить нормальное государство, далеко не сразу, далеко даже не за одно поколение, но сможем. А если мы это не сделаем и думаем, ах, вот опять хорошо, что вот так все получилось, режим рухнул, давайте жить по-старому, то через 10 лет все вернется вновь в еще более страшном изводе и коснется еще более страшной, еще большего числа людей. Я в этом абсолютно уверен. Андрей Борисович, не могу не спросить, хотя мы немного уклонимся от нашей главной темы сегодняшней. Ну, поскольку мы с вами не разговаривали в течение всего этого года, были заняты, да, и вы, и я. Вот не кажется ли вам, что мы сейчас находимся примерно в той же позиции, действительно, как первая волна русской эмиграции? И, как мы знаем, для этой волны все закончилось разрушением всех иллюзий. В частности, разрушением той иллюзии, что у них, в принципе, есть некоторая политическая субъектность, применимая к России. Причем это касается и тех людей, которые умерли в итоге на чужбине, да, и, конечно, не могли себя реализовать в политике в полной мере, и тех людей, которые попытались в Советский Союз вернуться. Это хороший вопрос, Кирилл Константинович. И я думаю, что субъектность-таки у русской эмиграции была. И это лучше всего видно даже не за ее внутренней активности, довольно большой, в 20-е годы. Помните, в 26-м году был все-эмигрантский съезд в Париже, принявший очень важные документы. Но самое главное, это видно из деятельности АГПУ. АГПУ страшно боялась эмиграции. И пыталась всячески ее просто разложить, и ее лидеров уничтожить. Абсолютно уже сейчас точно благодаря вскрытым архивам известно, что были уничтожены оба командующих Российским общевойсковым союзом, то есть главной армией русской эмиграции. РОВС объединял около 150 тысяч военнослужащих в эмиграции, которые прошли гражданскую войну, Первую мировую, которые были прекрасными офицерами и солдатами, и они могли вернуться в Россию. Так вот, генерал Кутепов был убит, потом генерал Миллер был похищен и убит уже на Рубянке. По всей видимости, был отравлен, мы это точно не знаем. Мы, в общем-то, прозреваем генерал Франгель, первокомандующий РОВС, и фактически такой державный, как его называли, державный лидер русской эмиграции, князь Николай Николаевич, великий князь Николай Николаевич-младший, главнокомандующий русской армией в Первый период Первой мировой войны, ну и многие-многие другие. И в этом смысле мы знаем, что вся переписка бывших послов российского государства, которые сохраняли связи друг с другом, например, того же Маклакова и Бахметьева, она вся перехватывалась советской контрразведкой, ложилась на стол Сталина, и есть издание вот этой переписки с пометками Сталина красным карандашом. То есть, вы понимаете, это были вовсе не отыгранные карты, это были незабытые бывшие, это были люди, которые легко, была бы другая политическая ситуация, могли бы вернуться и, так сказать, восстановить или там строить нормальную Россию. Скажу, что на начало марта 1930 года, я напомню, что как раз это было в январе, в декабре 1929, в январе 1930 года был провозглашен курс на тотальную, на сплошную коллективизацию, начались крестьянские восстания многочисленные, и на марте 1930 года был запланирован весенний поход. То есть, генерал Кутебов планировал и уже отдал приказ о мобилизации офицеров РОВСа, чтобы высадиться на Кубани. С Болгарией была договоренность о предоставлении транспортных средств, высадиться на Кубани и вместе с восставшими кубанскими казаками начать новую гражданскую войну против большевиков. То есть, это было все очень и очень серьезно, но в силу целого ряда причин, в силу хотя бы того, что 26 января генерал Кутебов был убит, как раз после того, как он отдал этот приказ ГПУ, вот это не произошло. Но так же и дальше. На самом деле большевикам явно помогала судьба, это очевидно. Они могли не прийти к власти и в 17-м году, в ноябре, и могли быть свернуты в эту эпоху гражданской войны, и потом, но вот не были. Поэтому эмиграция имеет большое значение. Эмиграция должна действовать, она должна по возможности действовать объединенными силами против нынешнего режима. Поэтому, с одной стороны, все очень похоже, а с другой стороны, результат может быть другим. И, как историк, я отлично знаю, что история не детерминированный процесс, и мы должны стараться обратить его в сторону, конечно, уничтожения, этот эпоху гражданского режима России. Спасибо большое. Если вернуться к нашей сегодняшней теме, мы видели, как в каком хаосе и как юридически небрежно российские власти изобретали вот эту статью про фейки и про дискредитацию российской армии. Мне кажется, применение этих статей показывает, что, ну, в сущности, практически любая критика российских властей может считаться дискредитацией и фейками. Все, что не нравится российским властям, записывается в эту категорию. Мы видели несколько примеров, ну, предельно абсурдных административных штрафов и уголовных дел. Насколько, с вашей точки зрения, это напоминает эта статья, принятая в прошлом году, либо вообще весь комплекс политических статей против российских граждан, насколько это напоминает печально известную и популяризированную 58-ю статью за антисоветскую деятельность и антисоветскую агитацию, да. Да, и если я не изменяю, мне не изменяет память, я не успел это посмотреть, но мне кажется, что в новом уголовном кодексе уже брежневского времени это была 190-я, по-моему, статья похожего содержания, она тоже была туда введена, уже не 58-я, 58-я статьи отказались в послесталинское время. Но, как бы там ни было, нам надо понять самое главное. Так же, как и сейчас, вот вы упомянули слово абсурдное или там небрежное судебный процесс, абсурдное обвинение, понимаете, обвинения по 58-й статье объективно выглядели не менее абсурдными, не менее небрежными, когда охватали людей и просто про снарядки, что там такая-то область должна была арестовать столько-то, расстрелять столько-то, отправить в ГУЛАГ столько-то людей. И вот людей хватали, которые были, в общем, нормальными советскими гражданами и, большей частью, ничего не делали и боялись делать. Их хватали, их принуждали путем пыток, угроз страшных подписать признательные показания в том, чего они никогда не совершали, что они были там японскими шпионами, что они готовили взрывы там на государственных объектах и после этого их расстреливали, сажали их, как заблаговалили, собственно говоря, следователи и руководство НКВД. То есть это вообще никакого отношения к судопроизводству не имеет. Вот тогда совершенно правильно Конквист назвал свою книгу и с этого времени мы это используем. Это термин эпоху 37-39 годов «Большой террор». Это именно был террор в прямом смысле этого слова. Запанкивание. Надо было запугать весь народ после того, как оказалось, что он совсем не разделяет взгляды большевистского руководства. Оказалось, это в результате перепись населения декабря. Ну, собственно, перепись была проведена 6-7 января 1937 года. В эту перепись был введен вопрос самим Сталином лично о личном отношении каждого опрашиваемого к религии. Не традиционные веры, там я еврей, я иудей, я русский, я православный, а твое личное. Верующий, не верующий, я верующий, какой конфессии. И вот оказалось, что почти 60% людей Советского Союза объявили, после всех страшных гонений на церковь, объявили себя верующими. И это было такое прямое исповедничество веры, это прямое было плевок в лицо Сталину и большевикам. И после этого начался с мая 1937 года Красный террор. Именно запугивание общества, когда мы сейчас читаем переписку членов Политбюро между собой, мы совершенно ясно видим, что обсуждался какой вопрос. С таким народом мы Европу от буржуазии не освободим. То есть, Сталин планировал агрессивную войну, и понятно, что народ, который не заделяет его ценности, коммунистических ценностей, не попал полностью в тене этой его идеологии, он небезопасен. То есть, он может восстать, он может и подчиниться, и вот, собственно, в этом и есть причина большого террора, она вполне рационализируема. Это не иррациональное действие. И никогда в Советском Союзе с самого начала, еще когда не было никакого уголовного кодекса, уголовный кодекс появился, если не изменяет память, в 26-м году Советский уголовный кодекс, кстати, неплохой сравнительно тогда, но это эпоха НЭПа, но потом он быстро стал ничем. Так вот, тогда, как обвиняли людей? По политической революционной целесообразности. Если человек казался опасным, или надо было общество запугать, ведь до Большого террора был Красный террор, провозглашенный в сентябре 18-го года, фактически начавшийся с декабря 17-го года, с момента создания БЧК, вот, надо было или запугать людей, или ликвидировать кого-то, кто был опасен, или с кем хотел кто-то свести счеты, тогда к нему применялась статья, независимо от того, подпадал под эту статью или не подпадал. Сами по себе статьи ужасные по своей сути, скажем, статья с формулировкой измена на родине, это же мы как-то привыкли к этому, а ведь это же очень характерное название. Не родине же изменяли люди, даже те, кто боролись со Сталином и Лениным коммунистическим режимом, они изменяли режим, системе, они, может быть, были горячими патриотами России, именно из-за этого сражались с Лениным и с Сталином, но Сталин специально изменил формулировку с государственной измены на измену родине. Родина это вот, ну, это мать, это то, чему изменить нельзя, и поэтому изменник родине воспринимался сразу как такой невероятный кощунник и предатель, хотя это были, может быть, самые патриотичные, самые любящие Россию люди, очень часто. Вот, вот это применялось к людям, которые вообще никакого отношения никакому изменению, предательству не имели. Им шили дела, как тогда говорили. То же самое в меньшем, конечно, масштабе и менее жестоко по приговорам, но тоже жестоко, надо сказать, это, естественно, хрущевский, особенно брежневская борьба с инакомыслием. Так же точно, кого-то, на кого-то не обращали внимания, он рассказывал анекдоты, он был острословым, но каким-то причинам власти он был полезен, и его не трогали, пока он не переходил в какие-то уж совсем очевидные красные черты, а другого за малейшее там, понимаете, слово выгоняли с работы как минимум, а часто привлекали к уголовной ответственности по вот этим статьям, которые могли быть или действительно статьями вязать советскую агитацию и пропаганду, или даже как того же Буковского за хулиганство, за хулиганство, привлекали и сажали. И вот сейчас происходит то же самое. Сейчас, во-первых, террор, попытка запугать все общество, чтобы все общество вот легло лицом грязь, знаете, как во время этих шумонов в лагерях, когда, в общем, все зэки лежали лицом ниц, а в это время под дурами пистолетов, автоматов, а в это время там происходил полный досмотр их вещей, этих самых нар, бараки. Вот все любили, чтобы лицом грязь, испуганно боялись поднять голову даже, вот для этого это делается. И второе, чтобы ликвидировать всякое, вообще, всякие центры консолидации сопротивления в стране. То есть, люди видны, известны, активны, смелы и честны, типа того же Овального, Ройсмана, Карамурзы, их арестовывают, им дают какие-то невероятные сроки, ради того, чтобы всех запугать. И чтобы они сами были полностью вне контакта с их своими единомышленниками. Вот, собственно говоря, та же самая практика. Когда какую-нибудь бабушку в каком-нибудь, не знаю, Ставропольском или Кисловодском санатории штрафуют на 40 тысяч за то, что она сказала, что ей симпатичен Зеленский, ну, вот это из этой семьи, понимаете. Что ей вменили? Что она провоцирует официантов, провоцирует. Совершенно сталинские, даже не ленинские, в Ленин были другие термины, другие определения, они тоже противные, но они были связаны больше с идеологией, с революцией, а там именно провокация. Как сказал депутат Василий Пискарев по другому поводу, сотрудничество с этими организациями вредит нашим интересам, поэтому те, кто делает так, это враги, и я предлагаю ввести за это уголовную ответственность. Мне очень понравился этот язык, он, кажется, на какой-то части мозга просто депутата Пискарева отпечатан, и он действительно считает, что государственный деятель именно в терминах врагов должен говорить, и это естественная практика для него. Да, именно так. Не могу не задать вопрос, в рамках той историографической позиции, политической позиции, которой вы придерживаетесь, советская власть, ну, она, в общем, понятно, что это вещь абсолютно инородная и чуждая по отношению к национальной российской русской культуре. Переворот 1917 года, узурпация власти, отмена гражданских свобод, дальше уничтожение культуры и религии и попытка построить из этого субстрата какое-то другое общество по другим тоталитарным правилам. Сейчас российские власти, по крайней мере, официально играют в другую игру. С одной стороны, у них везде висят портреты Дзержинского, с другой стороны, с той же стороны, Путин только что объявил, что очень хорошая идея, что пионерию нужно возродить, потому что как же, что это за молодежное движение, которое не называется пионерией. Но при этом, параллельно этот человек стоит в церкви, держит свечку, дарит военным иконы, и официально то, что делает российские власти связано с защитой в кавычках традиционных ценностей. Вот как с этим быть, как быть с тем, что такая мутация произошла этого политического режима и политических преследований, которые он осуществляет? Кирилл Константинович, это важный вопрос, и здесь, конечно, надо было бы мне сказать о том, что вы не совсем точно определили мои позиции по отношению к коммунистическому прошлу. Бессловно, я его осуждаю, но я пытаюсь вот здесь, в Чехии, где я сейчас преподаю, ну и в России, естественно, объяснить, объяснить одну очень простую вещь, что режим, который был создан Лениным, ну и потом, значит, упрочен, Сталином, это режим коммунистический по названию. Они взяли модное тогда идеологическое, ну или философское определение социализмом, коммунизмом, тогда увлекались по всему миру, и они решили прикрыть свое откровенное стремление, бандитское стремление захватить и удержать власть любой ценой, вот этими удобными одеждами. Они не собирались строить никакое государство всеобщего благоденствия, никакое государство, никакое общество, управляющее само собой, ну коммунизм по определению, да, коммуна, сообщество. Они собирались это государство, по возможности весь мир, если удастся его завоевать, выложить всемирного государства, большевистского, вот, они пытались починить себе идеологию, так же, как они заговорили, что Советский Союз это демократия, что Советский Союз это советская власть, а Советы были ширмой, по крайней мере, с лета 18-го года, они уже были абсолютно безвластны, никакая это не была советская власть, это была власть кучки бандитов, захвативших страну, уничтоживших или изгнавших старую элиту, создавших новую, и главная для них задача была удерживать и транслировать, что очень сложно в бандитском сообществе, власть. Сейчас цель та же самая, та же группа бандитов во главе с Путиным, которые также удерживают власть незаконными, как вы понимаете, совершенно образом, поправ в конституцию, посадив, убив или изгнав всех своих конкурентов, но они взяли другой прикид. Вот коммунизм, социализм, это прикид, такой же, как демократия, выборы, которые были в Советском Союзе, но, естественно, это было больше. Также они сейчас взяли другой прикид, они сейчас взяли националистический прикид, патриотический, религиозный прикид, но Путин такой же, такой же христианин, как Сталин демократ, понимаете. Путин также на выборах побеждает, как на выборах побеждал Сталин, Ворошилов, Берия и так далее. Понятно, это все ложь. Вот наша страна уже, если до 1917 года в России была масса недостатков, и на самом деле коммунистический режим во некоторых отношениях воспроизводит худшие периоды российского прошлого, скажем, 18 век с крепостным крестьянством, которое снова стало крепостным в колхозах, но в худшем варианте даже воспроизводит. Но, в принципе, старая Россия, она была страной с массой недостатков, но, в общем, она была релевантна другим странам Европы, понимаете, которые за полвека до этого прошли тот же путь от абсолютистских монархий к демократии, к закону всеобщему и так далее. А режим после 1917 года просто бандитская власть шайки, коза ностра, ухтердившаяся в России. Посмотрите, как они между собой жонглировали этими коммунистическими всеми определениями. Сталин сводит счеты с Троцким в 1927 году, критикуя его за левизну. И как только он изгоняет Троцкого и Зиновьева, он берет один к одному все его лозунги, все его принципы левые и их обрушивает на крестьян, потому что главная претензия Троцкого была, что надо как можно быстрее кончать снэпом. Когда он обрушивает их на крестьян, против него желая захватить власть, выступает так называемая им Сталином названная правая оппозиция, Бухарин, Рыков, Томский. И они говорят, что НЭП надо еще продолжать некоторое время. Сталин их побеждает, после этого они все говорят, нет, нет, мы ошибались, все правильно, вы делаете все правильно. То есть это не идейные люди, это бандитская группа, которая использует ленинско-сталинское и использует марксистские лозунги лишь как средство борьбе. Как сами они говорили, это руководство к действию. Так же точь, а не догма. Марксистизм это не догма, руководство к действию. Вот так же и здесь, понимаете, все эти речи патриарха, все эти выступления Путина в религиозном плане, в плане традиционных ценностей, это стопроцентная ложь и лицемерие. Человек, который бросил свою жену, живет с любовницей, который совершил агрессию против страны, который наворовал миллиарды у народа, оставив непростых людей с сортирами на улице и без даже газоснабжения, а сам скопив миллиарды в каких-то офшорных зонах через Алдугина и других товарищей, этот человек говорит о каких-то вообще принципах, ценностях, традиционных и нетрадиционных, он просто лжец, и патриарх, к сожалению, такой же лжец, и Сталин был такой же лжец, абсолютно в отношении идеологии, идеологии нет ни у кого из них, и дай бог никому из нас не попадаться на этот ключок. Когда вы сказали в этом контексте, Путин-христианин, просто эти два слова рядом поставили, да, начинаешь невольно так усмехаться, насколько это нелепое словосочетание. Как вам кажется, почему они выбрали для себя эти одежды, почему они пытаются рядиться в платье вот такого национального российского правительства? Да, это хороший опять же вопрос, но я до этого закончу вот то, что мы говорили с вами, раньше. Вы понимаете, вы сказали, что очень смешно вот эти слова Путин-христианин. Действительно жутко смешно. И даже в патриархии христианин тоже достаточно смешно. А вот то, что Сталин или Ленин коммунист, это не смешно. Кажется. Потому что эти слова с ними срослись, и мы коммунизм воспринимаем как вот эту страшную, кровавую, карательную систему. на самом деле, если мы возьмем коммунизм, какого-нибудь Пурдона, вот идея вот этих общего владения собственностью, даже Маркса и Энгельса, то понятно, что Сталин также смешон со своим коммунизмом и демократией, как Путин со своим христианством. Это вот все лужнивые идеологические одежды, с которыми, к сожалению, даже мы с вами свыклись, именно из-за того, что они бивались кровью, бивались пулей в головы наших отцов и дедов. Теперь, почему Путин принял этот прикид? А не советский, скажем. Ну, потому что, понимаете ли, советская идеология здесь не получилась. Например, это дело вкусовщиба. Я думаю, что Путину нравится на самом деле не столько даже коммунистическая идеология, а сколько нравится такая вот красивая, псевдокрасивая, конечно, в кавычках, красивая строй вот такого фашистско-нацистского государства. Ему это нравилось. Я думаю, ему бывшие какие-нибудь товарищи из гестапо, ставшие из штази, рассказывали с придыханием его молодые годы, как было все красиво и как развивались знамена с черной свастикой в белом круге. Ему это все тоже нравилось. Это вошло как-то в его подсознание. Но это мало что объясняет. На самом деле у Путина вполне конкретная, очень четкая была цель. И надо сказать, что эта цель была почти реализована. Мы это не всегда понимаем, но мы были на волоске от катастрофы, когда он начал украинскую войну. На самом деле Путин уже, когда я еще даже был членом этого Валдайского клуба, и меня приглашали на его ежегодные заседания, я вот слышал выступление Путина в тринадцатом году, в сентябре на Валдай как раз, где он говорил для закрытого круга, в окружении правых лидеров всей Европы, такой триумф Путина максимальный, говорил о том, что вот надо Европе вернуть ее традиционные ценности, надо разрушить этот Европейский Союз его понятно какими ценностями. Он хотел стать лидером новой правой во всем мире, от Трампа до Мари Липен и альтернативы для Германии в Германии. Поэтому ему была нужна эта идеология. Она была ему, как я уже сказал, близка где-то и по его юности ГДРовской, но она была ему нужна для того, чтобы создать новый, многие говорили на том же Валдайском форуме тринадцатого года о создании нового четвертого консервативного интернационала. Путин должен был стать в его главе. Но чтобы разглавить такой интернационал одной трепотни на Валдае в окружении даже какого-нибудь деятели из Италии или Франции, не хочу называть имена, этого было недостаточно. Надо было показать, что ты действительно мачо, что ты можешь. И вот он начал это показывать буквально в четырнадцатом году, аннексией Крыма. Тогда все правые очень заинтересовались, поняли, что это серьезно, но одновременно на него обрушилась вот та самая либеральная европейско-американское сообщество и ему надо было силой доказать, что он прав. А для этого нужна была большая победа. И вот эта большая победа должна была быть в Украине. За неделю, за две он должен был завоевать Украину, народ должен был приветствовать хлебом с солью. Все остальные республики, ну кроме балтийских, бывшего СССР, должны были прийти к нему на поклон после победы в Украине. А после этого он бы уже без вооруженной сил, скорее всего, добился победы на выборы своих сторонников в большинстве стран Европы и таким, может быть, Трампа в Соединенных Штатах. И таким образом он бы стал бы лидером мира, о чем он бредит, читает. С коммунистическими идеями это не получилось бы. Коммунистические партии крайне слабы. Сейчас идеи их не популярны, и они вообще в руках других людей совершенно. А вот правые, да, они пошли позади. Поэтому он критикует Ленина, критикует Маркса, тем более, и апеллирует традиционным ценностям православия, самодержавия, народность, на которых он думает выехать. Но все вернулось благодаря победе украинцев, благодаря мужеству украинцев солдат, полной катастрофой, крахом, Европу не расколол, справа им притикли, или объявили о своей солидарности с левыми и с либералами в этом вопросе в основном. Так что Путин был на грани великой победы. Но часто эта грань оборачивается великим Порошевым. Что, собственно, с ним произошло? Очень любопытный анализ, спасибо за него. Я все-таки, наверное, уже ближе к финалу еще раз вернусь к нашей теме, к которой мы подходим и от которой мы отступаем, но, кажется, отступаем по делу. Задам вам вот какой вопрос. Тот вот резервуар, тот человеческий, тот советское слово массы почему-то у меня в голове начало крутиться. В общем, те социальные группы, в отношении которых Путин может сейчас проводить репрессии, это, как правило, какие-то более-менее образованные люди, оставшиеся в стране. Понятно, что это миллионы и десятки миллионов людей, которые потенциально являются жертвами вот этих путинских репрессий, даже если сегодня мы пока такого массового террора, как в 30-е и даже в 20-е годы в советское время пока не видим. Вот, может быть, они готовятся. У нас есть исторический опыт, мы знаем, что случилось с теми людьми, которые сто лет назад из России не уехали по каким-то личным, семейным, сентиментальным причинам. И понятно, вот есть пример, скажем, Павла Флоренского, историю, которого я достаточно хорошо знаю, в частности, история о том, как его коллеги из Литвы уговаривали выехать из России, пока это еще возможно. Но, простите за длинную эту фразу, но я хочу вот такой вопрос задать. А что случилось с теми, кто остался жить при советской власти и кто не был подвергнут прямым репрессиям? все-таки сейчас, да, за госизмену, наверное, мало шансов у среднего человека оказаться за решеткой. Вот, как они адаптировались, да, и насколько это был тяжелый трагический опыт адаптироваться к той тоталитарной системе, которая складывается вокруг тебя? Ну, вы знаете, Россия, как говорится, страна большая, а по верному определению Герцена суровость российских законов компенсируется их плохой исполняемость. Вот, поэтому в России немало людей смогли выжить из тех, кто по всем законам должен был быть убит или умереть в лагерях. Тихонечко на ухо рассказывали уже в после сталинское время правду о своих семьях. А кто не рассказывал, кто-то боялся. Так что те, кто остались, да, мы знаем тех, кто погибли. Мы знаем того же князя Святополка Мирского, который вернулся, замечательный литератор, сын министра внутренних дел Российской империи, вернулся в Россию, поверил в коммунистические идеалы, ну и, понятно, закончил свою жизнь на расстреливе литературе. В 38-м году. Но многие вот так вот выживали потихонечку. И, кстати говоря, есть надежда, что потомки этих людей, которые все-таки сохранили какую-то память своих семей и родов, они что-то... Да вот что, мой зять, брат, муж моей дочери Ирины, он вообще, он же Николай Бобринский, он принадлежит к прямой линии графа Бобринских, потом к Екатерине Великой. И вот они выжили в Советском Союзе. Вот тихо тоже сидели. Там его отец, отца отправили учиться в лесной институт, чтобы никакой пользы больше коммунистам не приносить. А лес это все-таки Россия, это не коммунисты, поэтому он вот работал учиться и потом работал, до сих пор работает в этой сфере леса. Вот. Так выживали многие. Вообще, конечно, это достаточно тяжелая история, трагическая история, когда твоя семья не имеет права на семейную историю. По крайней мере, невозможно ею поделиться, да, и даже внутри семьи опасно это обсуждать. То, что отсегда скрывалось, вы понимаете, и даже в совет, и даже в послесоветское время скрывалось. Настолько это люди, люди этого боялись. А многие шли на то или иное сотрудничество с коммунистической властью. Ну, скажем, блистательный генерал от инфантерии Заянчиковский. Он же был осведомителем НКВД и выдал массу офицеров в 20-е годы. Вот, собственно, процесс весна во многом по его вине, по вине его дочери, которая тоже участвовала. Никто не мог подумать, что он доносчик. Был и вот по линии по линии вот моего зятя, такой, один же в близком родстве с Самаринами. И был такой Юша Самарин, тоже из рода Самарина, который в 40-е годы был доносчиком. Все это знали. Такие люди тоже были, к сожалению. Их было немало. Что тут называется богом-судья, мне кажется, так и атеисты тоже. Мы никого не осуждаем сейчас, вы понимаете, это все уже, люди умерли, они уже давно все перед богом стоят. Я просто говорю, что это одна из форм выживания при режиме, это вот такая форма. Я задам наивный вопрос, но мне кажется, он действительно людей в 2023 году волнует, так же, как он волновал людей в 1920-м, в 1920-м точнее. Кто все-таки прав с вашей точки зрения? Те, кто уехали 100 лет назад из России или те, кто постарался остаться? Ну, вы знаете, я, я, сейчас такие ситуации, тяжелые, мне задали вопрос, который, это такой вопрос, люди там потом послушают, скажут, вот я вас послушал и уехал, или я вот вас послушал и не уехал. Поэтому я боюсь принимать на себе ответственность. Что я могу сказать? В тех условиях 20-го века надо было уезжать. Надо было уезжать потому, что те, кто не уехали, они потеряли, во-первых, способность говорить, свободно говорить. Для культурного человека это очень важно. Они молчали, прятались и страдали. Многие страдали физически, а многие страдали морально. Да физически тоже, вы слушаете, жили в нищете. Вспомните тоже судьбу Анны Андреевны Ахматовой, да, муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне, да, реку. Вот. Зачем люди вовлекать себя на такую? Ради чего? Ради квартиры все равно отберут армейный пост. Дом все равно отобрали, землю отобрали крестьян. Так что многие крестьяне, солдаты Белармии, вернулись после 20-го года, после ухода Врангеля в Калиполе, вернулись в 21-м году в Россию. Все они практически речайшими исключениями, они все погибли в лагерях или были просто убиты, расстрелены новой властью. Вот. Поэтому тогда надо было уезжать. Те, кто остались, они совершили ошибку. Слова Анны Андреевны, опять же, Ахматова, я была своим народом, там, где мой народ несчастью был, они очень красивые, но ну и что ж ты была с этим народом? Ты бы написала бы не худшие, а лучшие бы стихи, не писала бы стихов, которые, ну, ты вынужден был написать, чтобы сохранить жизнь своему сыну, да и самой себе, в отношении Сталина и так далее. Вот. Если бы ты уехала, как уехала та же Ирина Адуевцева, скажем, или Георгий Иванов, если вспоминать поэтов. Сейчас, я думаю, ситуация немножко другая. Но, опять же, это я думал. Может быть, все иначе. Тогда тоже так думали. Тогда думали, что советская власть кончится с минуты на минуту. Понимаете, вот сейчас только что прошла Пасха, и во время Пасхи, помню, 21-го года, поздравляют друг друга, и мигранты говорили, ну, Рождество мы точно теперь будем встречать в России. Ну, понимаете, в итоге они встретили последнее Рождество, и потом оказались на Сан-Жен-Вио-де-Буа, или в Альшана, в Праге. Поэтому все может быть. Но, как мне кажется, уже как политику и политическому ученому, мыслитель в области political science, мне кажется, что этот режим очень рухнет еще скоро. У него нет внутреннего ресурса, в отличие от большевицкого режима. И поэтому те, кто чувствует, что они действительно, как вот я, например, чувствовал, что я должен или замолчать в России, или уезжать. Потому что, если я не замолчу и не уеду, меня, понятно, посадят, и тогда я все равно замолчу. Но только по другой причине. Вот. Такие люди, я думаю, должны уезжать. И нескольким своим друзьям, молодым друзьям, моим ученикам, я сказал прямо, немедленно уезжай. Слава Богу, уехай. Вот. Но люди, которые не занимаются политикой, которые чужды всего этого, у которых становение призовут завтра в армию, потому что у них нет призывного возраста мальчиков, я думаю, что пока можно оставаться для них. Им мало что угрожает, кроме того, что они должны держать язык за зубами. Опять же, вот такая хорошая советская поговорка, она была в священнической среде. Ешь пироги с грибами, да держи язык за зубами. Вот, собственно говоря, это я могу адресовать этим моим друзьям. Но если ситуация будет ухудшаться, если начнется террор, то, безусловно, надо уезжать. Безусловно. Пока есть возможность, надо уезжать. Я вспомнил один пример и задам последний вопрос в этом контексте. Многие жалуются и справедливо жалуются, что вот вы, там, Зубов и, там, журналисты новой газеты, вы такие ребята все-таки привилегированные. Вам было легко уехать. Вас ждали, вас приняли вот в Чехии, в Германии, в Латвии, где угодно еще. Ну и, соответственно, мы, нормальные люди, вообще находятся в другой ситуации, обычные люди, у которых не было этого социального капитала при отъезде, скажем так. Вот. И я в этом контексте вспомнил, мне кажется, поразительную историю Ивана Солоневича, который как раз был из тех людей, кто после участия в Белом движении остался в Советской России, занимался там, как раз, мне кажется, пытаясь быть ниже радаров, занимаясь там физкультурой и спортом, и в результате вся его семья оказалась на Соловках, да, и это совершенно замечательная история побега в семьи Солоневича с, значит, из лагеря на лыжах зимой в Финляндию. В этом смысле, наверное, у него тоже не было возможности уехать. Ну, понимаете, ведь была тогда эпоха НЭПа, и это многих немножечко обманывало. Очень многие и в эмиграции, и в России думали, что НЭП – это уже вот все, уже большевики поняли, что по-старому они управлять не могут, ну, а за НЭПом придет и рынок свободный, за рынок придет свободная политика, ну, и большевики закончатся. И именно чтобы этого не произошло, Сталин, собственно, и начал активизацию в 1929-1930 году. Поэтому тот же Солоневич мог просто обмануться на какое-то время. Но, слава богу, он был спортинструктором, поэтому он мог убежать на лыжах. И вот ему сопутствовала счастливая звезда, они в Финляндию таки ушли. Я так скажу, что да, конечно, мне я благодарю за это Бога, что меня сюда и пригласили, и я почетный профессор, был уже университетом Асарика, поэтому меня тут ждали. Конечно, не у каждого такая возможность есть, но я напомню, что большинство русских людей которые ушли в изгнание, они ушли ни на что, на полную пустоту. В том же Лига нации, и очень скоро, кстати говоря, с конца 20-го года, Лига нации начинает, только она образовалась, начинает разрабатывать статус русского беженца, потом к ним присоединяются армянские беженцы, и создается Нансеновский комитет, и даже, кстати, выплачиваются пособия, даются документы, так что Европа и тогда поддержала русское беженство очень сильно, и сейчас поддерживает, так или иначе, даже в условиях этой жуткой войны. Мне кажется, что любой человек, который угрожает какая-то опасность, должен, перекрестившись или как-то помолившись, должен идти в Армению, уезжать в Казахстан, Европу, куда угодно, чтобы сохранить себя. Те, кому ничего не угрожает, могут не уезжать пока, но тоже внимательно смотреть, как развиваются события, потому что перейти, сейчас и пока происходит затыкание глот. Вот все должны испугаться и замолчать. Если ты не хочешь говорить, то для тебя это не опасно. Но следующий этап будет террор, когда все должны не просто молчать, а орать здравнице и голосовать за расстрел неугодных людей. Вот тогда уже, чтобы не существовать в этом явном преступлении, ну, надо будет думать, что делать. Не уверен, что тогда будет возможность уехать, как и не было. Все возможности уехать из Советского Союза закончились, как известно, в 1936 году, когда принятием новой Конституции отменили практику покупки из-за границы загранпаспортов для выезжающих. А загранпаспорт стоил, если мне не изменяет память, 5000 фунтов стерлингов золотых, гигантские деньги. И, в общем, даже тогда это было сложно сделать. А теперь вот как получится. Спасибо большое, Андрей Борисович, за этот разговор. Это была, хочется пошутить, что это была реклама здорового образа жизни от Ивана Солоневича и реклама хорошего знания и истории от Андрея Борисовича Зубова. Это был канал «Новые газеты Европа». Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. И до новых встреч. Спасибо еще раз за этот разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова